Покажу сейчас как это делается Так а ужимать-то у меня несколько минут, она ужимает быстро Я же не надо ужимать, качество теряется А что изменится-то? Качество теряется, и надо тихо меньше А что же меня так научили-то? Полторы тысячи роликов поставил, а теперь качество теряется Смотрите, я вам сейчас покажу, сейчас я пойду и покажу вам все Еще-то свет у вас совсем погас Я еще тут, это, а заходить надо или еще убирать? Не надо пока ничего не убирать, я сейчас сам Я как-то уже привык Покажите мне, покажите мне, давайте слушайте, я буду говорить Давай Покажите мне любой негативный ролик вот у вас на столе Показать какой любой ролик? Не ужатый Ну такого нет, который не ужатый Не ужатый есть, но только они уже поставлены Вытащить оттуда? Покажите мне любой не ужатый, я вам просто пример покажу Сейчас вытащу оттуда, вот вчера я с отцом на ум разговаривал Подожди, что-то тут это, еще она ухватилась Подожди, я сейчас вытащу Так, подожди-ка Так, Андрей, Собрание, Украина, Грузия Вот, сейчас я его вытащу На улице Вот она рядом Посреди рабочего стола Грузия Вот эта она не ужатая Все, смотрите дальше Сейчас я буду показывать Ну-ка, давай Вот Открывайте Ютуб Там еще у меня вот Так, Тим, где у вас тут? Я сейчас уверен, что такое что-то Что-то Вот он, у нас здесь слева Он добавит видео, да? Да, я так и делаю Теперь мы делаем видео Я так и делаю Ищем отца на ум А теперь ищу его Выглядит этот не ужатый Так, подожди, нет-нет, не ужатый не этот я хотел Да, дальше еще посмотреть Я его вытащил Грузия Во-во-во-во Да-да Вот он не ужатый, да? Да, не ужатый Вот Вот видите, пошла загрузка Вот он сейчас закачается Вы сравните качество Видео будет Того ролика И этого ролика А как вы его сразу-то сюда Ужимать ничего не нужно Ужимать ничего не нужно Как нажимать? Сразу с камеры Закидывайте В YouTube Он говорит Ужимать не надо ничего Сразу с камеры В YouTube закидывать Ну, сейчас 513 минут будет закачивать Куда это? 10 часов Да где я 10 часов? Он будет закачаться быстро 548 минут Я-то не Тут я Я Это программа Ты сейчас Собирает Она когда вот качает Вчера Когда я там Что-то другое хочу Она везде Все тормозит И тормозит И тормозит Ясно дело Что непросто Эта программа Захватывает много Из компьютера Там где уже стало У меня быстро переключается А тут Вот она крутит Еще Ну, что тут говорит-то 586 минут Давай Аст Показывает Нет, нет Не подойдет У меня Это никак А у меня бывает Роликов Несколько Да Как тут Это невозможно Просто Ясно дело Что-ли Качество Это значит Что-то Это нужно Я с Виктором Провалю В общем Он там кое-что Вам Еще подкрутит И будет быстро У меня закачивается 5 минут Такой вот ролик Закачивается 5 минут Вот сейчас 605 минут уже Ведь она увеличивает Почему-то Это невозможно А 10 часов А у меня бывает Три ролика Это вообще Выключать не надо И она Остальное Где я хочу Подключить Я вам Сейчас Послушайте Меня Я вам говорю Я-то говорю С Виктором Или с этим С Гавриниевым Он придет Вам подкрутит Там кое-что И будет Закачивать Быстро Ну а вы Это вот Закачивать Это больше Суток Уже Тянет Ясно Дело Что У меня Лучше Это не будет Как у вас Я даже Еще раз Смотреть Это я Закачиваю Совсем У меня Вот Игорь Послушайте Мне Я вот этот ролик Русс Я бы Закачивал За 5 минут 5-7 минут Давай Пусть Сейчас Он пока Крутит И посмотрит Что там Будет У вас Просто Надо Скорость Еще Увеличить Разбойник Вытащил Транпорт Молодец Еще у меня есть Я прослушал Видео Вот У вас Ну вот Выставляли Воскресный Там Воскресный Ролик В общину Вы собирались В этом общине Вот Вы можете Мне ответить На вопрос На такой Видите У людей Ближних Своих Образ Божий Воскресный Это Вот С наум Вам вопрос Полчаса Нет А воскресный Полтора часа Она будет Качать В двое Я вопрос Я вопрос Заду Вы видите С ближних Образ Божий Как это Он говорит Вопрос Вам задает Вы в ближних Видите Образ Божий Ближних Образ Божий Да Так Которые Рядом Человек У меня Таких И нет Которых Нет Образа Божия Рядом Они Не появляются Даже Вот Вы готовы Отречься Себя Ради Ближних А чего Вы готовы Отречься От себя Ради Ближних А чего Отречься От себя Ради Ближних Так Это Первый Шаг Без этого Вообще Движения Никакого Нету Это Самый Главный Шаг Первый А почему Вы Отказываетесь Поставить Слуховой Аппарат Себе Вы Не Представите Как Ближний Вашим Тяжело С вами Видите Это Касается Да он Понял Я хочу Отвечать Это Касается Того В чем Я Больше Вижу Чем Они Я Ставлю Я Совсем Не Слышу У меня Голова Сразу Болит Индивидуально Надо Подходить Это Любой Врач Говорит Лекарство Лекарство Но Индивидуально Врач Смотрит Вот Врач Начинает Меня Смотреть Ну Они Там Смотрят Там Какая Там У них Я Это Все Знаю У меня Дядька Равесник Вам Тоже С такими же Проблемами Я Это Все Прекрасно Знаю И Нужно Очень Серьезно Рассмотреть Этот Вопрос Потому Что Во-первых В поездку Собираетесь Нужно Будет Общаться С Людьми И Так Вообще Вот Созвание Вот Я Я Не Слышал Не Слышал И Это Потеря Меньшая Чем Я С Аппаратом Когда Буду С Аппаратом У 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 Врачи Врачи Там Берут Какой-то Ну Железно Такая Там И Проверяют Там Что-то На спине И Она Чертнула Там Ну Проводит Не Острым Предметом Каким-то И Она Говорит А что Это У Позвоночником Больше Всего Знаком И Потом Приходит Этот Который Делал Операцию Теперь Он Профессор И У 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 Кирпичи Отлетело Чуть-чуть Как будто Пол Кирпича В У У У У У У У Ну Расслабьтесь Маленько Ну Как Я могу Расслабиться Я Расслабляюсь Расслабляюсь Но Она Не Может Вывернуть Такая Реакция Это Свойство Организма Ну А Ты Что Ты Сделай Я Не Могу Сделать Это Не Мои Власти Мне Не Дано Я Вспоминаю Когда Был Грабеж Тифлис Там Шесть Казаков Убили Ограбили Кому И За границей Были Его Взяли Последний А он Прикинулся Бальмужа Арестовали И немецкий Там Профессор Психология Или какой Его Исследуют Ему Берут Такое Как Пластина Накаленная Добила И они По спине Вот так Вот И он Сидит Виду Не дает Что ему Больно Узнать Чувствовать А врач Смотрит Врачок А врач Расширился На весь глаз И опять Сузился То есть Он Не дурак И он Все чувствует Но врач Этого не сказал Он не может Руководить Над этим Зрачком От него Это не зависит Это Я когда Начали делать Операцию Я говорю Обезболивание Мне не делать И врач Говорит Этого нельзя От вас Это не зависит Мускулы Будут сокращать И совершенно Нам нельзя Делать операцию Будет То есть Что-то Я могу Увладеть Это не дано Человеку Увладеть Гудини Этот Который Там Все делал Там Развязывал Что с ним Делались И наконец Ударили в живот Перетонит И умер Он не мог Дальше Наступает момент Я У брата Есть Это у нас Наследственное Наследственное Это Вот У меня племянник Подошел Как-то Ну По дядиной линии И у них Все болеют ногами Операции делает Вставляет Сержни Ему Его сестре У нас Ни у кого нет Этого Но у нас С ушами У меня отец Контуженный был Это одно Но у него Видимо наследственное Было Потому что И по его Линии И у бабки Было И я с детства Мучился с ушами Аппарат Меня здесь Не может вывести У меня Такой шум Начинается Боли Я не могу Поэтому Со мной трудно Общать И я стараюсь Быть с кем-то И когда Шел процесс Я взял Справку Из краевой больницы Она у меня есть Называется Шепотная речь И рядом со мной Сидит человек Как он допустим Иностранец Ему переводят Перевозчик Мне нужен перевозчик А этот перевозчик Мне нужен Один раз в неделю На 10 минут Обойдусь А остальное Я общаюсь здесь Я никакого Ущерба не слышу Кто ко мне придет Я говорю В окошко Передо мной Постучите Вот Володя Передо окна Стоит у двери Рядом Ну вот Вот дверь Я не слышу Поленом Сущит по скобке Тогда он по телефону Звонит Я типа Я знаю неудобства Но мне По другому никак У меня голова не болит Я совершенно Нормально мысль Когда что-то Вмешивается Я не могу На этом уровне работать А как отрежься себе Это проще всего Проще всего сказать Ну давай Три аппарата сделаю Купили Эти колонки Они вам стоят Не знаем куда теперь деть Купили наушники Вторая Первая Лежит Теперь Теперь По колонкам Вы Тоже Услушайте Попробуйте Услышать меня Эти колонки Старые Из них Звук Плохой Идет Вы можете Поставить Вот эти новые колонки Будет звук Намного лучше И вы будете Лучше слышать Колонки эти Новые Надо Поставить Колонки Будет Лучше Звук Сергей Это не просто Колонки Хотите Вы на это Пойдите Хотите Вы Не выйти Колонки Не где-то У меня В комнате Ставятся Вы как-то Этого Совершенно Не учитывайте Где у меня Валенки Некуда Поставить Валенки Я их на кровать Кладу Вы в комнате Просто не видите Я всегда Живу В таком Затаренном Пространстве Вот они У меня Здесь стоят Их поставить Некуда Поставить Я их на пол Поставлю Я там Совсем Не слышу Вот они Сейчас Они сейчас Стоят Колонки Их Нужно Подключить Чтобы они Там стояли И не стоят Пусть они Там стоят И подключите Их Просто И все Будет Это Я их сделаю Они будут Стоять Внизу У меня Под ногами И буду Об них Спотыкаться Ходить Я буду Провода На них Рвать Ногами Вчера Только Володя Поставил Провода Вокруг Ног Я Оторвал Записывающий Аппарат Все Куда Угодно Летит Но Нету Места Совершенно Нету Книжки Какие Лишь Я связываю В сарай Должен Выносить У меня Нет места Дрова Ведра Уголь Еда Два мешка Картошки Стоят рядом Там морковку Принесли Валенки Друг на друга И на кровать Ложу Ну просто Некуда Некуда Это реально Некуда Вот лежат Книжки Ну раньше Там где-то Я мог Ну я вынес Она мне нужна Теперь должен Идти откапывать Снег Идти в сарай Ну это просто Нереально Я делаю так Чтобы быть Свободным В действиях Вот это вот Которое у меня Пространство Сейчас Мне этого Как раз У меня запасная кровать Там человека нет Ну кровать Вот вторая Шконка Повыше Я раздеваюсь Туда все положил Вот там все лежит И под аппарат И все Больше некуда Некуда Принесли Ну просто И чистую Я не знаю Куда ее положить Просто Необыкновенную Полка Просто некуда У Володи Выделено место Ну только что Положить книжки Несколько книжек Да трудно Да плохо Но Помаленьку Как-то идет Лучшего качества Я сейчас И слышно плохо Может быть это у меня так У других не так А вот Которое он здесь записывает И записанное То тут нормально слышно Значит Видимо Передача через эфир Искажает как-то Потому что Микрофон у нас Не настроил Я Виктора просил Он ничего не делал Никто ничего не хочет Делать Наушники У вас не настроили Пришли Наушники Не делали Наушники Не слышно Ничего Он говорит Что никто Не хочет Вам настраивать Наушники Никак не хочет Он сидят Здесь два программиста Вот на этом месте Воскресенье сидели Я стою рядом Виктор встает Взял наушники Посмотрел Все нормально Дальше еще Мы должны говорить Ненормально У меня данных Нет спорить Он говорит Ненормально Если вы не слышите Ничего Я их Сергей Володя Наушники Там не слышно Ничего А они двое Сидят Алексей Значит Я им говорю Виктор Наушники Посмотрите Ну он-то Хорошо слышит Паганини Он надел Я говорю Может не туда Присоединен Они туда Штекер поставлен Посмотрел Все нормально Он говорит Все нормально Сидят двое Они тогда Начинает меня С другой стороны Долбить Вы не понимаете Это Вам Отречься надо От самого себя Но отречься На другую сторону Я и не знаю Куда На борту Стоять только На корабле Трудно За бортом Утону Я уже стою На фаншборте И так Отречься надо Закрой глаза Закрой глаза Вы бойтесь Слушаться Виктор А что Заменили Опять все Новое Купили Тут маленько Надо усчитывать Индивидуальные Мои особенности Мне Внутри Тяжело Меня Нужно Уговаривать Я говорю Для детского Лагеря Я прошу И возьми Сказал Там Крайвое В этой Администрации Района Мне Тяжело Это Вот я выпрашиваю Там хожу А выпрашиваю Только в одной организации всего В одну Вы для себя просите Нет Для лагеря И чтобы я больше этого не слышал Она меня просто осадила Ехать в Америку Меня пригласили Два приглашения пришло Из Америки Из Канады Ехать или не ехать Расходы все Они взяли на себя Ехать и не ехать Я студентам задаю В разных университетах Где только не задавал И Я уже к Москве приехал Уже Билеты Все уже оформляется Я не знаю Ехать и ехать И только у Зои Крахмальникова На дому Встретились Там Жена Куджава Там была первая Там все проще Я ко всем Писатели сидят Ехать и ехать Мне нужно Настроиться на эту волну И тогда Зоя Крахмальникова говорит Вы когда-то будете говорить О русской эмиграции? Конечно Вы будете говорить по книгам Вам нужно увидеть самим Вы доверяете Иерархии зарубежной? Конечно Мы там находимся уже Вы должны своими глазами увидеть И она меня сбила Все Теперь я поехал Совершенно уверенный Это мне надо Я должен получить какой-то толчок И материалы Которые у меня есть Крестиному православию Они все вызваны этим Что? Какое-то несчастье случилось Непослушание Тогда я пишу материал Отцу и дети А крещение Материал я собирал Десятилетия Когда видел Везде безобразие Вот это безобразие Что они не крестят Мощь Это долбило меня Давило Я не потому Лезу Что я хочу себя показать А я оглядываюсь Прошу Никого нету Никого нету И на безрыбе Рак рыба Рак То есть рак это не рыба И поэтому я выступаю там Где Ну просто нет Вот сейчас меня задают Вопрос о рождении Свыше Там Я все места показал Где-то Хотите больше знать? Или вам это не так? К отцу Геннадию И показываю эти материалы Выше отца Геннадия Опасно мне не сказать У меня есть Ощущение реальности Что это мне не дано И поэтому Вот вчера я слушаю Осипова Ему вопрос задают А как батюшку ездят На таких кадиллаках То другое Он начинает крутить и вертеть Вам зачем за другими смотреть? Миллионы людей Оттолкнули своей жирной жизнью И он никого не обрещит нигде Он хороший Ему 75 лет Он знаменитый профессор Но нигде Никого не тронет У него ума хватает Все это вокруг осмотреть И понять Где его никто не тронет Он нигде Ни одного слова патриарху не скажет Хоть патриарх Трижды вниз головой будет встать И в аду будет гореть Он не скажет Он любит свое место Пророки так не делали И поэтому Осипов Он не имеет пророческого глаза Не может Он даже не прорезывался у него Какой бы вопрос ни задали Он мгновенно высчитывает Я скажу Если отвечу по правде Меня зацепят и выкинут Я понимаю что он говорит Трусость и корысть Это не мой путь И поэтому И Муха вопрос задает А Игнатия Это знаете Он всех судит Он судит всех Судит А написано Не судите А что означает Не трожь нас Да у меня ограбили комнату Да 15 миллионов вытащили Это они говорят Там три дома Четыре квартиры в Москве А ты еще меня судишь Вам завидят А вы от зависти лопаетесь Это он говорит Переду аудиторией Ему не стыдно ничего Вот это безразмерное Жирное жизнь Священство Миллионы людей Оттолкнуло Он на это не смотрит Главное чтобы Его там похвалили Беда лишнюю дали Крутится около патриарха Ты обличи его А как же Ведет слепой Слепой Вову Вводит яму Кто-то ведет Кто-то А кому это дано Кто-то обличит Но не говорит кому дано Он и ты профессор Рядом с патриархом Тебе дано или не дано Я его Не могу прямо Я с ним по телефону разговаривал Ему дано или не дано А почему же он не обещает его Что они КГБшники Все до одного были Никто не покаялся Кроме Хризастома Литовского Митрополита Он прямо встал и говорит Да я сотрудник КГБ А вот еще сидите молчите Все до одного сто процентов Сто процентов Не девяносто девять И поэтому Осипов 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 уважает тем Которые сбоку припек Которые голоса Божия не слушают Я слушаю В пределах Где я остаюсь живым А когда Говорят Ну трудно ли тебе вот это Не трудно Совершенно мне это не трудно Но я буду другой У меня шумит У меня боль Я не могу тогда работать У меня организм такой И поэтому От меня это не зависит И где бы я ни был Врачи испытывают Они смотрят реакцию тела А что это у вас Прям вспыхнуло Все сразу Просто ногтем Так вот провели по спине Оно мне как огонь вспыхнуло Реакция А что вы нервный такой Да кто его знает Нервный Не нервный А вот это вот Что сейчас вот Делается Я рад сделать Но Вот допустим Маленькие эти были У меня Ну тогда знаете Вон они лежат у меня Наушники Я в них Голос мог увеличить Вот здесь я нещу Вот это вот Которая крутится На проводке Вот Она никакой роли не играет А там она играла И я на ней насчитал 3000 Своих стихотворений Подкручиваю И они в эфире стоят Очень хорошо Архипелаг ГУЛАГ Полностью Библия Это то что я пересчитывал заново Она слабенькая Но тогда не было скайпа Это Я вот это все делаю Для скайпа Чтоб хорошее было Но для скайпа Главного у нас нету Володя пришел Я говорю Посмотри Вот выступает Путин И перед ним Пришли заранее Там проверенные люди На треногах стоят Все вот такие вот Аппараты Там может быть Полтора миллиона стоит И мы насчитали 10 человек 10 Они скучные все Почему нет Ни одного такого Которого у нас В руке держат Или на телефон бы снимали Да качество То в этом и заключается В аппарате Ну купили бы Как у нас За 15 тысяч Зачем они платят столько Как и фотоаппарат У нас 15 тысяч Фотоаппарат Ой-ой-ой-ой-ой А этот пришел Я говорю Сколько у тебя он стоит Он 450 тысяч Я хоть стой Хоть падай Ну не можем Это купить Главное в этом А остальное Не такую вашу роль Занимает Да надо поставить Я согласен Но мне некуда поставить Поставить некуда Они сейчас уже стоят И все Они уже стоят У вас Вы сейчас в наушниках Сидите А наушники не нужны Вы их снимите Он говорит Наушники вам не нужны Снимите их Но я тогда говорить Буду Сразу Сразу Говорят Плохо слышно Я сниму Там микрофон Строит В глазке Микрофон Микрофон В глазке Строен Я вот так взял Положил Мне говорят Я разговариваю С Киргизией А что вас так плохо слышно Я вот так вот взял Я держу наушники Не для себя Для тех С кем разговариваю Вот Теперь вас хорошо слышно Нет Вы Вы со мной Разговаривайте Не одевайте их Но я в руке должен держать Со мной Когда говорите А? Нет Не надо Не надо Ничего Положите их на стол А я вот хотел спросить Сергей Вот выступают Когда там Жириновские Другие И там И у них вот это В ушах Там Что-то Здесь вот И вот так Перед ротом Такая маленькая Тоненькая Это же микрофон У всех По микрофону Вот такому Маленькому Я поэтому Я поэтому Держу Как этот микрофон Я говорю Нам нельзя сделать Нет это там какой-то Еще аппарат Надо Это трудно Это дорого А мы когда беседуем Там Ну На занятиях Хорошо бы у каждого Было так Или где-то на улице Я то что вижу Это можно сделать И не до Как А? Вот я что Я уже Я уже сегодня думал Я вот эти вот Вам нужен Вам нужен В поездке Такой микрофон Вам для поездки Нужен Потому что Вы разговариваете На улице А для улицы Нужен Такой микрофон Вот С передатчиком Да Про улицу Говорить Там редко бывает Мы как правило В помещении Я Как этому говорю Чтобы речь Была чистая И просил Я вам говорил Вы собираетесь Сейчас В поездку Ехать Да Все у вас будет Происходить На улице Вот А для улицы Нужен специальный микрофон Вот как раз Таким передатчиком Вам нужно Для поездки Обязательно Такой купить Ну вот эти маленькие Которые У меня едва видно Это стоят Выступает Там смотрит Шевченко У всех У всех И с кем он Разговаривает Гляжу И у них У всех То ли цепляется За ухо Или как-то Не обязательно Не обязательно На голову Одевать Можно Галерди Прищепел Маленький Такой Малюсенький Кладнику На прищепке Я вот вижу И думаю У вас Вот приходило Телевидение У вас Телевидение Приходило Записывало Как На поле Содевали Такой Кринальчик Как сделать Чтобы вот Такая была Чистая запись Микрофон Был перед самым Ртом Вот эти Которые Везде выступают Там маленькие Маленькие Там видно Едва видно Да и света Такого еще Светлого Не черного Я уже не раз Обращался К своим Программистам И все это Дорого Это аппаратура Это там Какой-то Отдельный блок Который Собирается Оттуда Тогда передает Ну Не знаю Дорого Дорого Недорого Купить Можно Еще Может быть И можно Но они Еще Пока Дальше Этого Разговора Не идет Я Зачистую Запись Видео Зачистую Запись Так Вот Относительно Того Не надевать Прекрасно Я их Заложу Сейчас В это Мешочек Но когда Разницы нет Где он лежит Там Все делают Замещание А еще Сегодня Не слышно Я тогда Из сумочки Вытаскиваю Вот теперь Хорошо слышно Потом Все одинаково Говорят Я поэтому Надеваю Для людей Что было Слышно Они все Подтверждают Потом Все Подтверждают Будем Других Одевается Для меня Не надо Ну ладно Я Говорят Так Потому что Вам Без наушников Лучше слышны Колонки Без наушников Лучше слышны Еще Не ладно Он говорит Без наушников Вам лучше Лучше слышны Эти колонки Я говорю Что я для людей Надеваю Это Конечно Лучше Я кое-что Теряю Но Людям Лучше слышно Притом Это все Говорят Я же Не до себя Это делаю А теперь Вот Относительно Вопрос 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 Ну так Я слушаю Вопрос Лучше Давай Давай Вопрос По Евангелии Давай Вопрос В Фоме Апостол Фоме Христос Явился Когда Фома Говорил Что Не поверю Пока не вложу Терсты Язвы От ран Его Вот И Христос Пришел К нему Когда Вот В этой природе Показал Себе Вот Такую природу Спрашивает Человек Ну такую природу После смерти Все у нас следуют Люди Что-то маленько Не допоним Господь Когда явился Второй раз Уже В Фоме В Фоме Да И он спрашивает Вот Там кто-то спрашивает Сергей Что Мы все будем В такой же природе Как Христос Вот явился Да Это Писание Так говорит Видим Сейчас Как Я сейчас Это покажу Где Возлюбленные Мы теперь Дети Божьи Но еще Не открылось Что будем То есть Какими мы будем Знаем только Что когда Откроется Будем Подобны Ему Потому что Увидим Его Как он Есть Первое Послание Иоанна Третья Глава Второй Сих Вот он И ответ Вот И продолжение Этому Вопросу Еще Спрашивают Если Христос Явился Так В природе Я сейчас Спрашиваю Что Первое Коринфянам 13 12 Теперь Мы видим Как бы Сквозь Тускло Стекло Гадательно Тогда Даже Лицом К Лесу Теперь Знаю Я От счастья А тогда Познаю Подобно Как Я Познан И Первое Коринфянам 15 49 И как Мы носили Образ Перстного Будем Носить Образ Небесного Ну и Как Всегда Это уже Известно Первое Коринфянам 2 9 Но Как Написано Не Видел Того Глаз Не Слышало Ухо И Не Приходило На сердце Тон Вот У этого вопроса Есть продолжение Еще Вот Это Это значит Что И Духи Злобы Поднебесной То есть Проще сказать Бесы Демоны Имеют Сейчас Такую Природу Он спрашивает Бесы же Могут Сейчас Демоны Тоже Такую Природу Имеют А в ней Не написано Мы не знаем Я тут Одна фраза Я на златоусты Чего нет в Библии О том Не рассуждаем О его природе Один вопрос Возникло зло Происхождение зла Неизвестно Нигде Нигде И это указывает Только златоусты Косвенно Как Как Ну почему же Не рассуждаем В житиях Святых Есть Многое Вот такая Материализация Духов Злобы Это много раз Есть Так Сначала К этому Вернемся Какая будет Природа Вот это место Которое Я указал Это единственное Самое точное Место Вот Первое Иоанна Относительно Того Происхождения Зла Это апостол Павел Пишет К Тимофею Когда ставить Так надо было Указать Сейчас Это точно Вот Считаем Первое Тимофея 3.6 Не должен быть Из новообращенных То есть Когда ставят Священники Не так Что обратился И сразу ставить Чтобы не возгордился И не подпал Осуждению С дьяволом Вот только Одно единственное Место В Библии На которое Иоанн Златоуст Ссылается Что Косвенно указано Что он Дьявол Подвергся Осуждению За гордость Не возгордился Первое Тимофея Это решение Да никогда Об этом Даже не подумает Никто Но Иоанн Златоуст Это было И человек Который Священники Больше всего Подвержены И уподобляются Этой природе Именно те Которые имеют Сан Они этого Понятия не имеют Бьются туда С чемоданами Денег ездят Чтоб только Рукоположили В епископа Это мне рассказывают Те которые Непосредственно К этому делу Касаются Не должен быть Изновообращенных Запитая Чтобы не Подгордился Возгордился И не подпал Осуждение С дьяволом Когда рассмотришь Действительно так Это намек На то что Дьявол Пал от гордости Взойду на небо Буду подобен Всевышьему Сяду на краю Севера И проще Это Исаия 14 глава И Иезекииля 28 глава Ну и Откровение 12 Все В Библии Больше ничего Не говорится На эту тему Какой он будет Как Но явное дело Что стены Для него Это не препятствие Для него Препятствие Только молитва Я считал Как то было Такое видение Ну Назовем Видением его Где то там Пустынники Молятся В лесу И один из них Вышел на пасху На улицу А смотрят Демоны Облепили Со всех сторон Тот Молятся В каком Дому Лезут в окна Оттуда Как огонь Полыхнет Видимо Как поют Они Их отбрасывают Они ничего Не могут сделать Житие Святого Андрея Юродивого Эти Он тогда Помолился И люди Увидели Демоны 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 Значит Демоны Демоны Они имеют Такую же Природу Они могут Могут И физическую Природу Вмешиваться Конечно И они Исаакия Пещерского Взяли Когда он поклонился Они его Больстили Что Христос Придет Тебя Возьмет Он поклонился А там Куриные ноги У Христа А все остальное Как Христос Благуханя Нимб Ангелы Вокруг И они Исааки Наши Исааки Наши Давай его Перекидывать Ну как Бейсбол Играют И все Утром Пришли Полумертвый И дальше Что с ним Было Да так А какое Средство Против них После молитвы Другого Вообще Не дано Но после молитвы Должны Подтверждаться Милостыней Живая вера Должна быть И вот этот Я хотел Досказать На который На храме То он видел То он и белый Демонов А там Пьяницы идут Он увидел Ангела Который В пивнушку Заходит И он Ангел Стоит и плащет Который Водку Покупает Он подошел Ангелу И как раз И поцеловал Ангела А люди Стену Целуют Это не Священное Писание Это понятно Я хочу Раскрыть Вопрос Послушайте Хочу Раскрыть Вопрос Люди Сейчас Себя Утешают Тем Что Они попадут В ад Они говорят Ну и пусть Все равно Это какой-то Дух Какая-то Душа Она Невидимая Неощущаемая Вот Нужно Людям Сказать Что это Будет По институции Происходить Водку Человек Будет иметь Такую же Тему Но не Такой же Оно будет И совершенным Но человек Будет иметь Тело Воду Когда Будет Всеобщее Воскресение А Оно Будет Чая Воскресение Мертвых Христос Придет Все Тела Какие Были Воскреснут Правильное Неправильное Тела В которых Мы Жили Вот это Вот тело Вот Оно Воскреснет И души Войдут В эти Тела Снова Соединятся Но тела Будут Преображенные Будут Уже Нетленные В раню Которые Будут Просветленные Как солнце Подобное Христу Которые В аду Они будут Как уголь Черные И туда Будут Брошены Тела В телах Грешили В телах И мучаются Тело С душою Будет Разговаривать Как Ефрем Сирин Это все Описывает Тела Не плазма Какая Как говорят В плазменном виде Где-то Что-то Находят Кометы Такие 400 световых Лет До них Много Говорят Не так Это будет Человек Будет Помнить Все Конечно Самая Привлекательная Теория Это Оригена Что Будет Ощестительная Жертва Как Ощестилище У Католиков Есть И пройдет Сколько-то Миллионов лет Люди Будут Мучиться Осознавать Это Каяться И Наконец И демоны И сатана Будут Помилованы И вернутся В первое Состояние Замещательно Я Внутри Знаю Что Слово Божье Истинное И пойдут Сиди в муку Вечную А праведники В жизнь Вечную Евангелие Матфея 25 глав 46 стих Мы не можем Слово Вечную В одном И том же Стихе Понимать По разному В одном Стихе Но Сразу вопрос Если человек Будет мучиться Вечно А я в это Верил с детства И вот это Меня подвигло Найти Бога И никогда 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 Миллиарды Вселенных Можут перебрать По песчинке По молекуле И серого Конец есть Там не будет Конца Кому это надо Богу Зачем Зачем Человек Согрешил Несколько минут Согрешил Там где-то Пал Или убил Не удержался Ударил И вечером Мущится Мущение Имеет смысл Исправление Даже сейчас В тюрьму Сажаются И сидит человек Чтобы он осознал Но он только портится Но у Бога Это не так будет Друг друга Не видеть будут Разговаривать Не будут Чужие нравы В тебя не вселятся Только свои Только свой грех Вспоминать и мущиться Миллиарды лет И мущиться Вообще смысла нет Но написано так Как православный Я не могу говорить Как оригин Но внутри меня Это сидит Кому это надо Мужчине И вот об этом Осипов как раз И говорит Я говорю Это не верю Он открыто Это говорит В данном случае Он говорит правильно Но Я не могу Говорить как он Утверждать Это мое мнение Внутреннее Я его высказываю Я его высказываю Но говорю Это только Я на уровне Сознания говорю Зная Бога Как любовь Вечная любовь И у Бога наказание Все ведет только к тому Чтобы исправить Чтобы привести в раскаяние Осознать свою невиновность А зачем тогда Бог Допустил революцию Для того Что дьявол выпросил Это объяснение дается Иоанн Затаус подробно описывает Дьявол говорит Я бы доказал Что Бог не прав Но он не дает мне свободы И Бог говорит пожалуйста Что ты хотел А вот в России Я построю коммунизм Будут любить друг друга Все будут грамотные Свободная любовь Ну Великий инквизитор Достоевского Бог говорит Давай Делай Я тебе отдаю Где Откуда вы знаете Это Ио Первая глава И вторая глава Книга Ио И вот теперь Когда Крах за крахом Сатана многого не учитывает Он не знает И силы у людей нет Они Вот Великом инквизитор Это подробнейшим образом У Достоевского Больше нигде так не описано И в конце Полный крах Развалился Советский Союз И ангелы Говорят Стоят и рукоплещут Снова проиграл Сатана Закрыв лицо Отходит Как же так Он видит Разваливается Он видит трещины Он хватает грязь Начинает стену Замазывать Штукатурить Показать социализм С человеческим лицом Горбачев Духовность Это не поможет А они не учитывают То что Первородный грех Человеки Возмездие за грех Смерть Мы все смертные Дьявол этого Не может никак признать Что Завистью дьявола Вошла смерть При мудрости Соломона написано Завистью дьявола Он виновник Он говорит Нет не я виновник Ну ладно Бог Плохой Как этот Закопал талант А потом приходит Я знал Ты злой Жестокий Ты Жнешь День и сеял Собираешь День и рассыпал Он начинает С обвинения И дьявол Это дьявол Так научает Он не может Не обвинять Бога Но на небе Ангела Херувина Серафима И он сброшен Написано Сброшен на землю Клеветавший На братью День и ночь И сразу голос Горе живущее На земле Ибо к вам Сошел дьявол Великой ярости И он Говорил Агитировал Там На Бога И одну третью часть Ангелов Одна третья Мы не знаем Сколько их Но там ни два Не три Если в одном Который Свиньи Там бросились Гадаринский грешник Легион Легион Это много Даже по цифровому Значению Это сто тысяч А по Военной Когорте Это две тысячи Но две тысячи Это тоже не два человека Это в одном А сколько же их везде И одну третью Часть он обольстил Когда думаешь Ну как можно было Он вместо Бога Хотел быть Бога Который его сотворил Это какая же гордыня была Буду подобен Всевышнему Исайя 14 глава Как он мог до этого Дойти А как сейчас мог Мне сегодня пишет Она сектант Вот смотришь Она сидит такая И на ее платок Уже не в жизни наденешь Не наденешь Но она знает Вы лжете Вы лжесвидетельствуйте На меня Что иконы Это не идолы Идолы это И дальше вы говорите Вот это Православная церковь Это не церковь Это секта То есть она совершенно Помрощенная уму И она не понимает Что у ней нету Ни Духа Святого Ничего нету Но ее обольстили Она ни поста Ни креста не знает И она Вообще никакого отношения Уже не имеет к церкви Но ее убедили Она харизматка Она болтает Сатана в ней Говорит какие-то языки Гласолалия называется И она имеет А вы этого не имеете И она больше Ничего не знает Все Из нее вышибли Как у православных Они к батюшке Исповедуются Чаще причащайся Это то же самое Обольщение Того же Духа Поэтому то Что я говорю Для людей Неприемлемо Надо знать это И бояться Потерять церковь Я сейчас Разговариваю Я нахожусь В лоне Полторы тысячи Епископов Это на Вселенских Соборах Я стараюсь Каждое правило Прислушаться А священники Мне говорят Да что вы держите Здесь правило Да устаревшее Там И никому это не надо Антихриста Попробую Осипову сказать Ему правила эти не нужны Он вообще их Как будто не видит Он никогда их не приводит На память Ни на память Ни по книге Ни по записи А зачем Он вне церкви Вне Апостольской церкви Вне Вселенской церкви Осипов Но он этого не знает И не поймет никогда Он играет То что людям угодно И всегда Такие ужимки делает И вот такое Он разговаривает Как клоун На сцене Чтобы люди поверили Пытаться их убедить Ты конкретно Приведи место Писания Вот стих Вы мне спросили Я вам показал И Иоанн говорит Будем подобны ему Все Увидим его Как он есть А можно другое доказать Нельзя Другого нету Это все Есть единственное место В Библии И по некоторым вопросам Вот как Иоанн Затауз говорит Не должен быть из новообращенных 1 Тимофея 3.6 Доказательство Что Сатана Пал от гордости И я с этим сразу согласился Мне не надо исследовать Я помню Со Спаским Играл Фишер Роберт Фишер Чемпион мира И он Спаский думал 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 И потратил на это думать Ну Разрешается там В определенное время Полтора часа Надо одним ходом А Роберт Фишер Вышел из-за Ширмы И двинул Он потом его спросил А почему ты Не стал Делать Как там показано Говорит А зачем думать Я знаю что ты полтора часа думал Ты обдумал И ждал что я сделаю Так это мой самый простой ход сделал Мне думать не надо Ты обдумал Надо это даже видеть Бог все обдумал Святые отцы все обдумали И не надо нам Мне не надо напрягаться здесь Я просчитал все А сектанту говорю Он не понимает даже А почему вы думаете Он начинает наворачивать У него нет послушания Послушание добывается Великим Великим Отвержением от себя Отвергтия себя И смирением перед Богом А перед ними ты не смиренный Я не могу согласиться с патриархом Где он Говорит А сейчас Они собираются Восьмой вселенский собор Вчера меня уже священники спрашивают По эпирую Вот они собираются Правильно Неправильно Я просчитал их программу Которую Выставил на эфир у себя Все хорошо Да как вы можете одобрять Хорошо сказали Как не одобрять Да там патриарх Кирилл был Там эти экуменисты собрались Варфоломей Повторяю Они сказали правильно Так вы такой же Это твое дело решать Какое Но они сказали правильно Я по пунктам разбираю У них программа Которая написана Будут ли они так делать А они сказали правильно Не в полноте Но они сказали правильно Вас не поймешь как-то То вы против То за Я против там где Против писания Писание это светоч Меня долбят со всех сторон А мне никакой разницы Это нет Совершенно Он прав Патриарх прав И они собрали все патриархи А Калаварфоломея Справа слева сидели Там по чину Пятое место занимает Российская церковь Это на эфир Я выставил Это на форуме Кажется Третья там Или пятая строчка Написано Видно что про церковь Каноны Церковь должна Там по канонам Или что-то Вот так Мне это самое важное С вами поладить Я надену Я сделаю Но мне плохо И я не могу работать На полную мощность Как я сейчас работаю Вы это там маленько Усчитывайте Но вы будете слушать хорошо У меня рядом есть хороший Вот он рядом Услышит И мне подскажет Я даже с наушников У меня сразу Непрерывный шум идет Так надо хороший Дорогой Да вы что угодно Наговариваете У меня голова болит Тебе понятно Нет У меня голова Вообще никогда не болит Никогда В любой болезни У меня голова Вообще не болит Я надеваю его У меня там Как будто бы Генератор стоит Почему вы не Усчитываете это Я смиряюсь В ущерб всему В ущерб себе Тебе это надо Подпиши бумагу Что берешь на себя Ответственность за меня Я покажу тебе Смирением Которое все назовут Лжесмирением Вы знали вам вредно А зачем соглашались Вот она мне готовит Я беру не от всех Два-три человека Которым я разрешаю Разрешаю Когда они готовят Принесет там пирожок Или лепешку А других не беру Вот одной доверяю Она мне сварила Суп принесла Я поел Меня давит Я не могу Ни мяса Ничего нету У меня дыхание Схватывает Я вышел на улицу Я не могу Я молюсь У меня буквально Круги перед глазами Я звоню ей Анна Кузьминишина Что ты сварила-то Ну как всегда Ты случайно Там мяса Никакого не ложила Ложила А что Свиные ушки Она свиные ушки Наварила И на свиных ушках Это сделала Но там нигде Нету Ничего нету С чего мне болеть Когда у меня здоровый организм Я не знаю Это другой уровень Я не ем И зачем же ты это сделала Я полумертв Хожу сейчас У меня это не однажды уже было Это другой уровень Другой А как вы узнали Не знаю как Не знаю Организм мой Организм не воспринимает Я поставлю эти колонки А для кого они нужны Мне Мне я здесь хорошо слышу Я бы и рад А потом сколько у меня через это здесь Мне тяжело Мне плохо Пощадите меня пожалуйста На улице где-нибудь там Я это сделаю Это комната Где у меня Модем негде поставить У меня модем Наполовину свешился со стола Модем Вот крутили Куда поставить Принтер Ну и тут Пришлось туда Там один на один На магнитофон Он там стоит Там можно даже показать Поднять его Вот даже посмотреть потом Вот он где Магнитофон стоит Его убрать нельзя Потому что еще Многие пленки Которые Эти Катушки Которые у меня Они оцифрованы Это не худо Не бедно А на две тысячи с половиной часов Беседы с людьми Уже ушедшими Очень известными Может быть найдутся еще Новые беседы с Александром Менем Это у меня все в архивах лежит Но их надо оцифровывать Это не просто так Не просто Надо четырехдорожечный Ну то какое у меня есть Мастер Я его держу А вы уберите магнитофоны Не могу У меня их три стоит В разных местах В разных Я не оправдываюсь Я просто На случай Когда Ударит гонг Я выйду Но оцифровывать Когда Говорили что надо Оцифровывать златоуста Жития святых В общей сложности Там две тысячи часов Это же не два часа Никто не берется И тогда один сказал Из Чикаго В Америке Вы пересылайте ко мне Почты И здесь мы постараемся Это сделать Ну ладно ли это будет В Америку буду посылать Я Когда живем в стране Где Хватает умных людей Тогда находится Здесь брат Николай Польгуев И он начинает Искать Где эти пасеки Что порвано Что пересохло У меня новые головки Если все перепаяли Сделали Два-три магнитофона Поставили Три Маяк 205 На которых я когда-то работал Я кое-что успел перекупить И они у меня сейчас стоят На готове Один магнитофон Моя Романтик 304 На батарейках работал С четырехдорожечной С которым я записывал Ездил Он у меня в сумке Так все и лежит Если вот это все исчезнет У меня все готово Могу поднять и пойти Опустить себя назад На 30 лет Но у меня это будет У других этого уже не будет У меня все готово Обстановка может измениться Иначе Я за записи сейчас Существует Существует Соспичечный коробок Устройство Соспичечный Как бы там С булавочком Какое? Для чего держать Такие мейтапоты Сейчас записывающие устройства Соспичечную головку Существует Зачем вам такие держать Ну вот Сгодилось Иначе не было бы оцифровано И я И никто не стал оцифровывать А я сам здесь оцифровывал А что такое оцифровывать? Там поставить Записать какая дорожка Здесь На компьютере как отражается Это все надо записывать А вместимость маленькая Всего допустим 25 гигабайт Ну какая вместимость? Теперь оттуда должен На жесткие диски переписывать А они Срываются Какая работа проделана? Пришлось делать самому Пришлось С чего совершенно Я не думал делать Пришлось делать И когда она переписывала У меня 16 18 часов Потом я встал 20 часов в день И Чуть не два дня подряд У меня 24 часа ушло День Я хожу Дошел До двери Оттуда иду Повернулся Она работает Отойти нельзя Остановить нельзя Я остановился И пока я поворачивался В это время уснул Проснулся А где я нахожусь? Я стою и думаю Ага Это моя комната Что тут переписывается До двери дошел Оттуда Повернулся И опять уснул И опять думаю Где я нахожусь? Опять Но все уже сделано Все позади И все это выставлено было Тогда образовывали наш сайт Мне приходится браться за то Что Ну никто не берется Я же не говорю Что я насчитал самое лучшее Оно никакое Но по сегодняшний день Другой насчитки нету Нету Во всей мировой сети Нету златоуста Нигде Только у меня Добротолюбия нету Мне Говорили Вот у вас в книгах Первые три Или четыре Открытым оком Там разбито по тематике Допустим О церкви Отдельно Политика И все вопросы выставлены Надо на другие Татама сделать А дальше я отвечал на вопросы Как они поступали мне По радио Когда выступал В университетах Вопросы в разнобой Я говорю После моей смерти Кто-то сделает Сейчас никто нет Никто не берется И тогда может быть По другому будет Ну вот когда стали Готовить сайт Мне пришлось делать Никого нету Я опять сел 30 томов По 750 страниц Я должен был Заново все Примолотить И разнести их уже Не в 12 Разных параметров А в 55 И они на сайте стоят 55 папок И вы Уже очень хорошо Это все знаете Я беру оттуда Том указан Какая Я должен был разнести Пришлось самому Заново 30 томов Промолотить Я делаю Только тогда Когда никого Больше нету Это как раз И показывает Что я свой труд Не считаю Слишком великим Никого нету Опять возвращается Меня давит Я несколько раз Обращаюсь Никого нету Приходится Садиться самому Игорь Ильич Но вы мне Обещаете Что колонки Продключите От меня Обещания добиваются Что ли Подумай-ка Что делать Кто их будет ставить Я это делаю Только Я не соглашаюсь Сергей Я это делаю Только ради вас Зная Доверяюсь вам Целиком И вы плохого Не будете говорить Для меня Ущербно будет Но несравненно Это мне дешевле Чем потерять вас Ваше расположение Кто это будет делать Делайте Хоть сегодня Ну доволен Да Я просто счастлив Ну молодец А если ты счастлив Я еще больше счастлив Пусть они стоят Вот здесь передо мной Пусть у меня на горбу Висят Как рюкзак Я сделаю Это Сейчас я зайду Еще к вам Посмотрю Там кое-что На рабочий стол Сейчас Когда Вериги Не уносят люди Там Они Сепи там Перебрасывают На себя И вот обо мне Когда я сидел В тюрьме Такой был Титов Виктор Иосифович Он Все дни На суде Командированный был От Компартии Краевого комитета Партии Командировали его И он сидел Здоровый такой И все Сейчас ты исчез Не видать тебя И сидел Как калача И он написал Про меня статью И говорит Лапкин Мне видится Таким А каким видится Что вот он Его называет Там подвижник То другое Он идет У него вериги Как эти плиты Магнитофоны Большие Спереди Сзади И катушка Магнитофонная Вокруг головы Я здорово Вот Вот такой Образ ему видится Я с веригами С магнитофонами И с катушкой Нимбом Ой-ой-ой Ну говорится Это об этом С Виктором Говори С кем Еще кого Боимся по имени Называть С Алексеем Пусть устанавливают Пусть наушники делают Чтоб слышали Мне лучше слышно Но вставлять Я пока не буду Пока Это вне Меня Пусть где-то Засуну Проще Я должен думать У меня где Кошки Где Голубка Находится Сейчас ты переписываешь Зачем это все Она у меня уже стоит Грузия на ум А Да не Я выключу Я так поставил Поверьте Что уже заканчивается Спойка Мне еще нужно знать Точно всегда Когда у вас заканчивается Заказчик Чтобы мне погасить Эти программы Они меня сильно гасят Я это Знаю что надо Ну Знать когда она уже Кончилась Когда кончится Сами мне дайте знать И выключите Это понятно Я просто говорю К тому Что вы видите Вот видите Уже половина Почти закачала Что я должен там делать Просто и кинуть И все Каким образом Ничего Я говорю В следующий раз Вот это видео Если будете ставить Вы его сразу Закидываете сюда Сразу Пускай она идет Пусть я посмотрю Потом Насколько лучше Пусть дойдет до конца Не выключай ее Грузия на ум Пускай Там она Я поставил Да Я сейчас Я ночь ее поставил И уже человек 50 Посетило Пусть чуть подольше Но будет качество Лучше Намного Ну пускай дойдет Я посмотрю Пусть два будут Не беда Маленько надо Изменить название Иначе она ее Не пропустит туда Сейчас Я тут посмотрю Еще кое-что Когда я закачиваю Не знаю Что там есть Она в конце говорит Это уже есть И выбрасывает Название видеоролика Немножко изменить надо Я изменю его Я изменю Прямо сейчас Это в моей власти Разговариваю с ребятами Пускай устанавливают Главное это Когда будет у нас Хороший аппарат Большой снимать Вот тогда будет Действительно чисто Ну все Я не знаю Ну а это Не принесли Новую камеру Еще камеру Новую не принесли Нет Я не знаю Еще он там Не принес А чем Он принес Скажи что принес Он вас лучше Послушается Вам никто Не сопротивляется Перед вами Все твердыни падают Они боятся вас Я злой Давай Командой Тогда мы еще Я отхожу Сейчас Секунду Я сейчас Гляну еще Вопросов Никаких нет Так что я буду Сейчас Одну минуту Вот так Ответы мои Не всем нравится Почему Он отвечает Как протестант По Библии Ну еще Я должен угождать им По Библии Протестант Нет Все в порядке Все в порядке Ну все Так Мне можно Отходить или нет Да Все сбором Так теперь Говори Когда закончится Все Чтобы вот эти Ваши Которые стоят Все закрыть Программы Все Закрывайте Все Они мне не нужны Закрывайте Они Все Закрывайте Я могу все Да Да Первое Браузер Хром Закрыть Он выключился Уже Так Опер Закрыть Вот так Это уже Что-то